всем добрые доброе утро сегодня у нас среда я анара вышла в эфир с очень важной вестью очень важной информации которые над которой я размышляю уже довольно долго и это видео больше адресованным молодым женщинам если бы меня когда я была молодая кто-то учил этому возможно многих ошибок не делала бы и наша тема сегодня эмоциональные ямы в которые попадает женщина и почему женщина не входит свое предназначение во многих сферах ее жизни и мы сейчас будем рассматривать это в свете вот нашей современной реальности что происходит с нашими семьями почему столько много разводов есть же причина всему и поэтому пожалуйста слушайте я вас очень прошу я редко прошу вот делиться этим ведь каким-то видео потому что но это на выбор кому нужно тот найдет как говорится эту тему но эту тему я вас очень прошу каждый кто прослушает пожалуйста поделитесь прямо на вашей странице потому что это духовная брань это битва за наши семьи за семьи наши нас самих за семьи наших детей и вдохов ну и наших братьев сестер по вере поэтому подключайтесь сейчас довольно рано я думаю кто-то будет смотреть в записи если кто-то тут есть кто-то слышит меня пожалуйста поставьте лайк как со звуком сейчас что-то запаздывает мой ассистент и риан обычно здесь сразу в эфире я хочу знать что там со звуком как ваш день как ваша неделя сегодня среда и эта неделя ну как говорится в середине это самом разгаре и еще нам предстоит два-три дня прожить до конца недели и быть все время в строю мы хотим мы хотим разобрать несколько несколько вопросов я хочу разобрать и я хочу сейчас назвать две причины как женщина оказывается в эмоциональной яме на долгие годы немножко коснемся этого но пойдем конечно к истокам вот две причины одна из одна из причин это неправильное убеждение о браке молодые жены неправильное убеждение о том вот что она должна делать как жена что она должна делать как жена и очень сильно идет прессинг сейчас из средств массовой информации и отовсюду и до что мужчина должен ублажать женщину мужчина должен ее любить это понятно но сейчас рейчел можешь забрать собаку пожалуйста женщину нужно ублажать извините откуда это взято каким образом ублажал авраам сару он даже взял отдал ее чтобы выжить как говорит конечно мы можем сказать это время культура того времени и так далее но тем тем не менее мы не видим чтобы сара как-то потом противилась или его упрекала этим или она называла его господином и почитала его конечно у сары были свои слабые стороны но тем не менее мы должны понять для чего вообще адаму бог дал жену помощницу его и он взял ее от него часть она часть его и вы понимаете вторая вторая ложь а вторая ложь о браке это то что отводит от главной идеи творца понимаете мужчине женщина дал дал дана как помощница но здесь тоже столько грани и столько можно попасть на лжи но быть помощницы это не значит быть его прислугой это нечто большее прислугой быть легко просто вот тупо подавать ему еду варить кушать обслуживать это очень легко но в женщину вложена гораздо большая цель и гораздо большая миссия вложена в женщину в жену в частности почему потому что женщина это как ключик для раскрытия способности мужчин и вот здесь самая главная опасность потому что когда женщина неправильно понимает этот вопрос она думает что вот он мне он меня не любит он меня не угождает у меня не когда она начинает зацикливаться на себе она закрывается и не исполняет свое предназначение в том плане чтобы раскрыть потенциал мужчины но она дана для него как мотиватор она дана для него как вдохновитель вы понимаете в чем дело вот настолько обманул дьявол многих женщин и часто меня обманывал что вот если твой муж любил он по вот это он бы вот тот извините меня понимаете чтобы он любил я должна ему помочь чтобы он вообще чтобы там ни было положительно чтобы он сделал я являюсь тем чтобы мотивировать его для этого меня бог дал а потом он же будет и любить и все другое 3 4 если женщина не мотивирует мужчину он будет жить треугольники диван телевизор холодильник и все а когда-то мой муж так жил а сейчас я его уговариваю отдохнуть евро отдохни да не надо не езжай отдохни на он говорит слушай если я сейчас не поеду сделаю потом не будет времени потому что я энергично мотиве ну то есть не я а я черпаю эту силу у бога он зажигается от меня его мотивирует это я вам хочу привести один яркий пример вот смотрите когда женщина обижается на мужа что происходит смотрите когда например не дай бог кого-то парализовала пол тела и вот человек лежит больной у него половина тела парализована и он же не перестает заботиться о половине он не говорит что отсеките половину мне не надо это дон кертом насчет половины он будет заботиться и он будет исполнять инструкции делать все чтобы вот эта половина заработала какие-то принимать медикаменты и этот человек будет гимнастику делать и так далее понимаете чтобы вторая половина парализованная заработала вот такой mindset должен быть у нас что если мы что-то делает не так как мне нравится или как я ожидаю это не значит что я могу его раз отключить и все и сказать что мне это не нужно это часть тебя это вы одно целое мы не можем игнорировать плохо будет ему плохо будет мне это очень тонкий важный момент понимаете когда бог дал помощницу смысл помощница не в том что прислуга мужчины услышьте мужья те кто слушает меня услышьте если ты хочешь чтобы твоя жена была просто вот мне тоже некоторые братья говорят когда я пытаюсь что-то говорить они говорят это не для моей же моя жена вон на кухне и дети это ее дорогие женщин должна развиваться над она должна много чего знать и уметь для тебя же для мужа чтобы вот эти все знания применить для семьи для детей для мужа и больше для мужа даже чем для детей понимаете потому что если женщина будет только кухарка то ты будешь только кочегар и все она может раскрыть потенциал который бог тебя заложил жена и женщина должна быть вот этим мотиватором вы понимаете можно иметь хорошую машину можно иметь mercedes там с кучей-кучей сил и сколько там цилиндров и так далее мощную mercedes но если его загнать в гараж и он будет там стоять годами какая толк какой толк от этой машины какая польза понимаете он эта машина будет гнить внутри ржаветь вот то же самое происходит с мужчины а что является женщина женщина является вот этим ключом заводным для вот этого mercedes женщина она мощный мотиватор бог в женщину заложил же как сказать она даятель жизни даже имя его я вот изучала смысл созванивалась насчет и имени его по-еврейски это хава переводится жизнь то есть женщина даятель жизни и она намного сильнее в этом плане чем мужчина потому что она дает жизнь вот представьте вот но для вас чудо 2 для всех нас чудо вот из себя выходит самый настоящий целый человек и она должна дать жизнь и как внутри так снаружи потом своему ребенку то есть в нее заложен огромный потенциал она мощный мотиватор женщина она дает жизнь это не только физически она дает рождает ребенка у нее огромный эмоциональный багаж чтобы дать вот мотивировать всех мотивировать и почему вот допустим в этом плане она отличается от мужчины потому что у женщины есть гормон окситоцин я когда она рожает ребенка идет мощный выброс гормона окситоцина в ее кровь и этот у нее появляется такая нежность к ребенку и к мужу и этот дает ей огромную мотивацию вот этот гормон окситоцин гормон привязанность дает развивать мне материнский инстинкт материнский инстинкт помогает ей быть хранительницы очага делать все чтобы семья состоялась чтобы семья сохранилась ради детей чтобы сохранить детей потому что дети должны вырасти вырасти в здоровой гармоничной атмосфере а чтобы дети росли в здоровой гармоничной атмосфере нужно иметь с мужем гармоничное отношение с мужем гармоничное отношение с богом которые приведут гармоничным отношениям с мужем и и в этой обстановке вырастут здоровые дети если вы со мной поставьте лайк пожалуйста чтобы я видел вас вот и поэтому понимаете в чем и где тут уловил сатана он все делает чтобы рассорить мужа и жену чтобы жена начала перестала вкладывать в мужа чтобы она закрылась эмоционально и сказал да яйдон кер я буду жить для детей вот он такой секой эмоционально закрывается потому что потому что наша внутренность наши эмоции они так работает что когда мне больно я закроюсь чтобы не чувствовать эту боль и потом чувство атрофируется поэтому уходит любовь потому что если мы во что-то перестаем вкладывать это нам перестает быть дорого например это касательно всего там миссия какой-то город церковь семья друзья перестаем вкладывать она становится чуждым для нас и сатана делает все чтобы рассорить мужа и жену чтобы жена перестала вкладывать в мужа закрылась эмоционально а мужик тогда заходит в тупик понимаете он не будет развиваться без нее она ему нужна как мотиватор чтобы она его вдохновляла вот понимаете он как допустим у него нет вот этого не материнского инстинкта его нужно постоянно мотивировать если он пошел сегодня мамонта заколол принес нас к вау целый мамонта ты вообще понимать это можно учиться он завтра два мамонта принесет а если жена вот так вот будет к нему относиться в кучу я пойду лягу на диван есть все равно не угодишь примешь решение на завтра запилит тебя может так не хай она сама там делает тихушку как бы вот так вот и происходит эмоциональный развод как получается он же не за один день начали эмоционально духовно разделяются эмоционально а духовная причина неправильное убеждение в голове что если у меня любит он не должен дарить подарки мой муж вообще очень редко дарил мне подарки нам как-то не до этого было мы всегда заняты но он не дарил такие маленькие малюсенькие подарки и для меня это самое ценное я вам кстати покажу один подарок маленький сфотографируем вниз поставлю он для меня дорог мы когда переезжали сюда и думал он разбился или где-то потерялся и муж мне такой же опять купил и вот смотрите женщина это тот ключик для мерседеса чтобы мерседес не стоял не ржавел в гараже а показал свои обороты показал вот этот потенциал огромный который мужчину заложен она становится вот этим ключиком она заводит он выходит на фривей и говорится может притопить тогда то есть исполнить свое предназначение не ржаветь в гараже то есть это то для чего бог дал женщину мужчине знаете и и здесь женщина еще одна причина почему она отказывается помогать мужчине это может быть на уровне но неосознанно каким образом вот смотрите две моей руки одна моя рука скажем вот здоровая а вторая скажем здесь у меня вот рано такая внутренняя рана она немножко затянулась и подходит муж ну там пожал меня вот за эту здоровую руку я окей а если за больную руку он меня пожал так крепко жал я так мне больно и даже с вроде же затянулась я не вижу ее с внешне рука как рука но мне больно я все буду прятать эту руку в следующий раз понимаете вот что происходит женщиной у женщин ей нужно разобраться что у нее не так где ее слабые места эмоциональные ямы в которые она попадает здоровая женщина эмоционально здоровая духовно здоровая женщина интерес она будет строить здоровые отношения но когда я закрываюсь как а по какой-то причине от мужа сейчас мы говорим о об отношениях мужа и жены но это бывает иногда от людей то нужно проверить что что не так почему где мое слабое место где меня цепляет почему я закрываюсь потому что мы должны иметь такие свободные гармоничные отношения созидающие друг друга и вот когда я реагирую на что-то надо проверить что не так и разобраться это делает это помогает дух святой господь и вот на конференциях я часто даю женам задания чтобы вы взяли один день взяли пост промолились и спросили у господа господь где мои слабые стороны где я не исцелена почему я не могу иметь здоровые отношения вот в этой сфере или вот в этой почему я не могу войти в свое предназначение в свое призвание знаете вот в этот раз мы проводили конференцию там была одна очень мощная тема кристина и и вела насчет того что когда блудницу привели к иисусу идешь вот с этими камнями когда мужчины пришли и когда он начал говорить кто первый без греха брось в нее камень и вы знаете вот так вот люди начали на землю бросать эти камни мужчины на и смотрите у нас у всех в жизни есть такой экспириенс опыт таких камней когда в нас либо кидали либо приготовляли камни но когда приходит в ситуацию иисус когда приходит господь вот эти камни просто падают то есть то что у вас кидали вы должны избавиться от этого не нести этот груз за спиной и тогда эти камни падают да возможно я не совершенно вот в этой этой области но иисус меня принимает написано при когда вы прежде когда вы были еще грешниками он возлюбил вас он уже посадил меня на небесах то есть стоять твердо на обещаниях божьих стоять на слове божьем знать свой статус во христе знать кто я во христе что я искупленная освещенная очищенная прощенная возлюбленная возлюбленная настолько что он отдал самое дорогое бог и он настолько нас любит понимаете и вот это должно нас держать как якорь на плаву мы не должны опускать руки мы должны знать свой статус во христе и что вот в ефеся нам 1 1 главе это это вообще книга ефесян одна из моих очень любимых я молюсь и о том чтобы бог просветил очи сердца вашего и вы увидели что представляет собой та надежда который он призвал сколь великого богатства славы которые получат наследство святые и смотрите и каково безмерно безмерное величие его силы в нас верующих под действием его безграничной силы этой же силой бог произвел действие во христе когда воскресил его из мертвых то есть другими словами в нас есть сила которой бог воскресил иисуса христа из мертвых но мы просто не пользуемся этим понимаете как это как жить в каком-то месте где был лад нефть и человек был миллиардером но он никогда не знал он не пользовался этим и у нас есть огромные ресурсы но вот вот это неправильное понимание вот этот страх который пара парализует что у я если я пойду вот это сделала кто ска что скажут люди вот эти камни которые мы получали и нам нужно исцеление дорогие сестры нам нужно исцеление проверяйте проверяйте в как в какой в какой сфере у вас есть слабость и проверяйте пусть дух святой откроет что именно что именно вас удерживает от от того чтобы вы строили здоровые отношения с мужем почему вам трудно прощать его вы поймите нужно просто я хочу чтобы у вас голове прочно засела картинка такая что мой муж я дана ему чтобы раскрыть его потенциал для бога не для его карьеры не для его каких-то ну бенефитов личных а чтобы мы вместе вошли в свое предназначение у каждого это свое еще одно ложное убеждение часто женщины думают но если бы он был какой-то пастырь или миссионер или духовными делами заниматься не менее это может быть механик это он может быть где угодно он может быть рыбак и кто угодно а может быть он у бога огроменная цель для него и мы являемся препятствием и наш наш мерседес стоит в гараже потому что я не хочу завести машину потому что есть мое неумершленное я вот и мы верим в ложное убеждение эта причина может быть муж когда подходит и вот эту мою руку больную нажимает я раз закрываюсь я раз закрываюсь понимаете очень много встречается женщина вот поскольку в нее заложен огромный этот потенциал его надо куда-то реализовать некоторые женщины уходят в карьеру потом она им боком выходит некоторые женщины уходят в служение но она будет по плоти я не говорю что нужно оставить служение но человек сам себя обманывает но я же себе я же служу это было со мной я же служу как бы я бы вроде доброе дело делая занято но слушание карьера даже дети для жены у которой есть муж это все второстепенно первостепенная цель женщины жены которую бог дал мужу раскрыть потенциал который в нем для бога потому что у бога есть цель для вашего мужа и раскрыть эту для этого он дал жену чтобы она помогла она его вдохновляет она его мотивирует она его понимаете то есть и мужчина он будет все делать если женщина будет его поддерживать он все отдаст если она будет вот как уходят мужья от жен знаете вот обычно когда жена пилит 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 мужа да ты там не такой да ты потому что у нас есть материнский инстинкт когда мы замуж уходим у нас автоматически вот включается воспитание дрессирование мужа понимаете ну что вот как детей воспитывать и видеть недостатки его и там и тут и тут это неправильное увижу мышление неправильно мы должны понимать что у него есть минусы из плюсы а наша задача вот эти плюсы вытащить активировать раскрыть все что в нем есть он и так знает про его минусы он и так знает прекрасно знаете вот кристина которая была на прошлой конференции она консультант в оон она офицер салавейшн армии спасения она работала и с бомжами и однажды ванковере в канаде она говорит я иду и там сидят вот эти вот homeless бомжи и вышел один пастырь поставил динамики и во всю во всю громкость начал проповедовать покайтесь грешники приблизилось царствие божие там в микрофон они сидят так это на него скучно смотрят потом когда она пришла она с ними как говорится на короткой ноге они говорят мам они называют мам чё он орёт там и так знаем что мы грешники и им не нужно говорить что они грешники им нужно наоборот дать надежду что для бога ты ценен или ты бог для тебя приготовил особый план и чтобы человек мой мужчина начал верить и когда женщина начинает пилить муче мужика что да ты там не такой да ты тут не так это вообще не путевый на земле куча людей кто ему это скажет особенно верующему мужчине кто его унизит кто посмеется наше предназначение не для этого мы наоборот должны дать надежду женщина она как знаете вот дирижер хора прежде чем хор чтобы стройно запел дирижер подходит особенно это когда акапелла подходит нажимает правильную нотку тональность и хор красиво запел вот женщина это такое существо данная богом она от нее зависит атмосфера в доме когда женщина такая вся нервная и сдерганная пусть даже она молчит дети капризничать они это чувствуют на эмоциональном уровне они чувствуют это но когда женщина заряженная богом укрепленная вдохновленная духом святым и от нее исходит жизнь от нее исходит позитив энергии она зажигает всех вокруг и прежде всего своего мужа практически некоторые советы что делать если нету чувств к мужу это очень часто бывает недавно читала 11 одна женщина выставила пост что вот во время предменструального дней вот со мной вот такое вот такое происходит кстати это светская группа одна неверующий там и она пишет у всех такое происходит что вот в такой-то день не подходите ко мне вас всех прибил к и там беждаю у меня такое меня там бывают дни у женщины ты чувствуешь не вообще нету никаких чувств к мужу не то что там любить там вообще не трогай меня отойти пожалуйста так вот бывают такие дни и не только по этой причине не только по причине физиологии по многим другим причинам вот из-за того что где-то мужья делают тупые вещи могут сказать что-то тупое очень много тупых вещей делает мужья могут там в гостях похвалить хозяйку восхититься ее салатом в то время он такой же салат молча у тебя ест и женщина может сказать ах ты я не знаю какой помягче слова выбрать это зависимости от культуры или без культуре каждого кто как выразить может да ну там в общем нехороший человек редиска да вот и он может вот такие тупые вещи и обижать жену даже непроизвольно обижать жену ну понимаете что происходит вот чем отличается физиология мужчины и женщины нам нужно над этим работать когда приходит обида особенно бывает сильная обида муж может очень сильно обидеть когда приходит обида или стрессовая ситуация я вам в прошлой теме это говорила женщина ей нужно время в ней в ее кровь брошен гормон стресса и ей чтобы от этого отойти ей надо несколько дней понимать а мужчина он быстро выходит из стресса почему он потому что он всегда в опасности он где-то вне он попал стресс стресс стрессовая ситуация закончилась мужчина сразу вышел и поэтому муж женой поконфликтовали он ушел 15-20 минут все он забыл об этом а женщина вот это крутит вот это крут и питает и дьявол туда подбрасывает и косточки подбрас на все это развивает развивает и уже такого монстра нарисовал у себя в голове мужчина вечером приходит сто лет в обе он забыл эту ситуацию думает ну вот вечер надо строить отношения женой а она говорит сейчас она никогда не скажешь причину у нее внутри такое творится вот с этим нужно работать у мужчины мужчина он любит натурально потому что его природа такого а женщине нужно учиться любить понимаете и и не и не всегда это какие-то ой мне такие чувства дорогой к тебе сегодня и я тебя люблю я буду теперь это должно быть решение не важно что я буду всегда искать твоей пользы потому что это и для меня польза мы с тобой одно целое это польза для моих детей дамы и чувства сейчас негативные ты меня обидел но я с этим разберусь постепенно то есть с божьей помощью мы с этим разберемся я не говорю что надо молчать закрывать глаза на все проблемы и не решать их проблемы все равно нужно по мере поступления их решать но мудро промолив сев на стол у переговоров иногда даже и говорить не надо она сама все разрешается когда мы разрешаем это с богом но есть вещи которые надо садиться обговаривать хорошей атмосфере и каждая жена знает каждая жена знает когда я что-то надо она знает на какие рычаги нажать чтобы муж сделал что и надо понимаете и поэтому нужно понять как как преподнести ему свою какую-то не старайтесь его исправить это бесполезно человека исправить невозможно человека меняет только бог дух святой это не наша задача его менять какой бы он ни был наша задача его принять и поддерживать и отдавать в руки божьи и отдавать в руки больше не бояться что что-то со мной будет не так понимаете не бояться этого сестры вы здесь со мной если если вам эта тема интересна напишите пожалуйста поставьте внизу по это поставьте пожалуйста внизу комментарий или смайлик поставьте если вам эта тема интересна и вы согласны вот и когда нету чувств что делать то сказать честно господу господь у меня нету сейчас чувств но ты это изменишь я знаю что ты это изменишь это есть какая-то причина почему нету чувств но вы знаете я старалась быть хорошей женой потому что я теоретически понимала что я должна быть такой я слушалась мужа я автоматически слушалась его я не спорила почти с ним я старалась делать но знаете все равно это не были на у нас совершенные отношения потому что я где-то обижалась на него и в глубине души были какие-то неразвязанные узелки я все равно где-то эмоционально разве закрывалась от него по поводу этого это важно очищать сердце от всех обид и показать чтобы дух святой просветил все уголки сердца и показал что там не так где какой неразвязанный момент есть чтобы не было никакого крючка тогда понимаете если сердце чистое господь изливает любовь духом святым сердце и отношения гармоничные у мужа и жены должны быть в любви когда у тебя связь богом ты любишь ты будешь врагов любите тех которые тебя хотят убить ты будешь жалеть их до бедные сейчас меня убьете выше в ад пойдет господь дай им покаяние смилуйся над ними они ж будут век в аду горе у нас вот такие чувства должны быть как христос умирал на кресте а мы своих ближних порой не можем любить понимаете потому что там есть какие-то крючки неразрешенные неразвязанные узелки вот это все нужно промолить и просить господь очисти господь очисти и здесь понимаете сатана это мастер лжи он будет постоянно так красиво заворачивать и преподносить вам ложь о вашем муже ну как ты можешь вот такое простить ты даже невозможно такое простить вот посмотри помни что помнишь вот это и что от этого спасает совместная молитва либо молитва с мужем если муж не открыт молиться молитесь какой-то женщиной найдите себе есть женщины у которых которые сами преодолели это зрелые женщины найдите сейчас их можно найти у бога везде свои люди она будет своим молиться и поддерживать когда придет муж у тебя совсем другой настрой духа будет еще одну ошибку хочу сказать неправильное убеждение причину когда знаете когда женщина закрывается эмоционально от мужчины из-за обид когда закрывается эмоционально от мужа то ее эмоции не работают в правильном направлении что происходит с эмоциями они атрофируются что происходит с мозгом когда человек перестает развиваться когда он перестает читать интересоваться на расти в какой-то сфере мозг деградирует атрофируется почему важно читать все время развиваться узнавать что-то новое мы так устроены то же самое с нашими телами наше физическое тело если мы лежим не двигаемся не занимаемся то она атрофируется мышцы дряблые вялые становится то же самое в эмоциональном в эмоциональной сфере в сфере наших чувств они должны работать все позитивные негативные негативными нам нужно уметь управлять я об этом говорю в другом тренинге об эмоциях я это не буду затрагивать но если мы игнорирую постоянно закрываемся то потом они не работают и еще другая крайне сестры пожалуйста девочки услышьте меня еще одна вещь женщины какой большую огроменную ошибку делать очень многие там внизу я ставила тему куда девается любовь в браке она никуда не девается бог ее дал она не девается никуда вот я вам покажу вот этот экземпл этом пример такой да вы смотрите вот любовь бог дал она никуда не девается она здесь в браке она здесь но знаете что происходит что происходит мы ее заваливай даже хорошими вещами воспитание детей буду возить их на все кружки вы выращивание я все вложи даже мои дети извините меня это все должно быть под водительством духа божьего и нам нужно рима рима это откровение от бога а ты уверен что это твоему ребенку нужно в конце концов даже не твоему а тому ребенку которую бог тебе дал чтобы ты сделал из него того кого он хочет видеть и смотрите что происходит когда женщина не исполняет свое предназначение не помогает мужу раскрыть его к потенциал а начинает фокусироваться на детях она их калечит это понимаете так как закормить человека шоколадом во всем должен быть баланс в нее заложен огромный потенциал женщину она должна созидать своего мужа понимать она должна в него вкладывать чтобы он раскрылся расцвел и он же ей вернет и ей и жене и детям и семье и прежде всего богу а когда жена от него закрывается вот этот потенциал надо же одевать она начинает его куда-то разбазаривать грубо говоря там может быть это хорошо если это служение или какая-то помощь бедным или что-то подумал а часто это что-то пустое пустая болтовня там какие-то сплетни или еще потому что вот этот потенциал должен быть и потому что никто сказал очень мудрую фразу если женщина не созидает она разрушает потому что потенциал большой и смотрите как она разрешает разрушает своих детей она когда чересчур в них вкладывает в детей это им не нужно столько понимаете она когда гипер опековой я когда она думает что чтоб мой ребенок вырос я должна дать самую лучшую еду самая органика еду самое все самое лучше повести его туда он богатеет от того что получает сердце богатеет от того что отдает мы должны научить людей наших отдавать а не принимать 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 сегодня дай такой фан завтра дай такой фан накорми меня этим это и не хочу и так далее и тем самым мы губим своей гипер опекой своих детей это через что я проходила потому что я была в служении и часто лишала чего-то своих детей и чувствовал себя настолько виноваты как господи вот я такая мать негодно я же должна быть все время рядом с ними я же должна их от всего оградить там и бог меня один раз проучила знаете я это случай как-то уже упоминала но повторю его прямо сейчас вспомнила я его на конференции там упоминала однажды был такой случай когда я летала в казахстан из молдова проводила конференцию я чувствовал себя виноваты хотя дети оставались с мужем со старшей дочкой у них всегда была еда я всегда наготовлю они ходили в школу в садик и были присмотрены но я чувствовала что вот это ложный я всегда должна рядом со своими детьми быть я такая знаете еще так вочка вокруг них и господь мне показал один раз я прилетела с провела там конференцию и сама себе вот сама собой разговариваю с этими мыслями о все-таки мне надо закругляться со служением мне надо больше быть семьей с детьми и и и раз мои дети давид и рахиль старшая приболела пошли в школу они только вышли на дорогу а там такой перекресток в центре кишнева в общем я помолилась выпустила их там не надо было дорогу переходить за дом зашел там школа но близко очень безопасно довольно этот такой грохот я слышу я выбегаю на улицу мои дети под балкон спрятались а на перекрестке две машины стукнулись то есть уазик такой тяжеленный на большой скорости не пропустил маршрутку и маршрутка ударилась об дерево потом полетела в другое дерево и даже люди повылетали из маршрутки начать страшная авария была а уазик полетел в сторону моих детей ну там буквально может быть метров пять он до них не долетел и мне тогда господь проговорил через эту ситуацию он говорит но ты же дома была ты не была на миссии ты не была в конференции даже если ты была рядом с ними могла бы ты их защитить то есть у каждого свое предназначение и он мне сказать иди ты должна быть там где я тебя поставил о твоих детях я позабочусь и он заботился и мои дети много таких свидетельств мне потом рассказывали рахиль рассказывала как она когда мы много ездили на поездах то там вот такие две полки и она говорит мы перепрыгивали с верхних полок с одной на второй мы им это запрещали делать они в тихушку это делали и горит один раз я перепрыгивала и она не допрыгнула и полетела вниз она говорит а меня кто-то раз взял назад потянул я села в это и они напугались перестали прыгать они это нам тогда не рассказали боялись что мы их вам ругать что не прыгали но они потом нам рассказывать и младшая это видела что она раз туда назад пошла нити то есть господь хранил нас и наших детей и везде когда ты в божьем что-то тут с интернетом происходит вот вы здесь со мной поставьте лайк если у вас нормально с видео двигается дальше на этом я буду заканчивать девочки и 1 это на этих примерах я буду заканчивать и я хочу сказать что мы должны понять и не поддаваться я прочту вам римлянам 15 глава в пожелание 15 глава мы должны понять что мы находимся на войне на духовной брани и нам нужно все преодолевший устоять и для этого нам нужна сила духа святого для этого нам нужна рима то есть нам нужно всегда откровение потому что всегда если мы не подкрепляемся словом божьим если мы не подкрепляемся истиной божией то мы будем терпеть поражение римлянам 15 глава я думаю многие его сегодня читали это стих ворсов сегодняшнего дня пусть же бог который дает терпение ободрение даст вам жить в согласии друг с другом как и подобает последователям христа иисуса это вот одно место и второе я сейчас вам прочту вот это второе место оно должно быть как девиз у нас везде понимаете что делает сатана он постоянно восьмой стих четвертый восьмой стих сатана постоянно лжет мужу о жене жене а мужа он или родителям о детях и так далее потому что он мастер лжи филиппинцам 4 глава 8 стих я молодым женщинам всегда говорю распечатайте повесьте везде и наконец братья размышляйте о том что истинно благородно справедливо чисто что приятно и восхитительно и о том в чем есть добродетель добрые дела до и о том что достойно похвалы пусть это занимает ваши мысли все начинается с мысли когда приходят негативные мысли к вам что вот мой муж такой он тогда неправильно сделал и так неправильно сделать тут просто говорит стоп я пленяю свои мысли я их беру в плен послушание христу я должна его любить я должна его прощать я должна его созидать это то от чего чего ожидает от меня господь чтобы моя семья была крепкой чтобы муж достиг того потенциала во христе который бог в него заложил и тем самым я достигла того же потенциала во христе мужьям хочу пожелать дайте возможность развиваться вашим женам чтобы она не было чтобы не понимали что это помощница как кухарка ее предназначение гораздо выше она если ты священник если ты царь господин дома то она госпожа то ее статус должен быть тоже соответственно ее дарам когда женщина служит своими дарами она раскрывается она тоже расцветает как цветок и она созидает все вокруг поэтому пусть господь благословит вас пожалуйста жены примите решение быть вот этим мотиватором вдохновителем и тем кто созидает своего мужа всего вам доброго благословения вашим семьям пока поделитесь этой темой пожалуйста